В понедельник у православных начался Великий Пост. О его духовном значении и о том, как правильно настроить себя, чтобы он принес пользу, поговорим с нашим гостем, который я с удовольствием представляю. Это Иерей Никольского храма города Черкеска, отец Александр Гурин. Спасибо, батюшка, что пришли к нам. И первый вопрос таков. Почему Великий Пост называется Великий? В чем его смысл и значение? Для чего он был установлен? Великий Пост установлен самим Господом Иисусом Христом, поэтому, собственно, он называется Великим. Господь Сам постился в течение 40 дней в пустыне. Мы помним, что Он залкал и различные искушения претерпевал. И, собственно, после этого апостолы и святые первых веков стали держать этот пост. Он имел некую другую форму, изначально сокращенную. Сначала этот пост был 40 часов, затем он воплотился примерно в III веке в течение 6 дней, его стали держать. А после, где-то уже в V веке, он утвердился в течение 40 дней. Как раз вот знаменование поста Иисуса Христа и непосредственно его такого духовного подвига. Пост — это духовное упражнение, это сораспятие со Христом и наша маленькая жертва Богу. Суть поста, по сути, вот если говорить такой вот фразой объемлющей, научиться любить Бога и научиться любить своего ближнего. А об этом хорошо еще сказал святитель Василий Великий. Он сказал, истинный пост — это отчуждение зла, воздержание языка, отчуждение зависти, клятва преступления, других грехов и похотей. Если ты постишься, накорми голодного, напои жаждущего, одень нагого, приди проведать больного в больнице, в темнице заключенного. То есть мы видим, что здесь ни одного слова нет о еде. Главная суть поста — это духовное воздержание от грехов, совершение добрых дел. И вот это понимание, когда мы должны осознать вообще, на каком этапе жизни мы находимся, куда мы движемся. К Богу или мы движемся назад, к своим грехам, страстям. Вот пост — это время задуматься, подумать о смысле своей жизни. Очень хорошим настроем поста являются его духовные составляющие, а именно покаяние и молитва. Вот в течение трех недель церковь подготавливала верующих к Великому посту. Тем, что за богослужением читались особые притчи. Притча о Закхее, притча о мытарее-фарисее, притча о блудном сыне. И этот отрывок заканчивался прощенным воскресеньем. Вот уже тогда начиналась подготовка. То есть мы размышляли о том, что такое смирение. Почему мытарий вышел из храма более оправданным, чем фарисей? Потому что в нем было смирение, покаяние. Он бил себя в грудь и не мог поднять свою голову к небу. В отличие от фарисея, который хвастался своими поступками. Или поступок блудного сына. Да, он согрешил, да, он оступился. Но он не потерял смысла своей жизни. Он вспомнил о своем отце. Он к нему вернулся. Отец в объятиях принял своего сына. Вот каждый из нас это тоже, собственно, блудный сын. Потому что блудный в том смысле заблудший. Мы так или иначе отступаем от Бога. В мыслях, словах или в поступках. В течение первой седмицы, она особенно строгая, церковь тоже настраивает на вот эту духовную волну. В храмах читается канон Андрея Критского. И вот хотелось бы верующим сказать, что еще все-таки есть время для прочтения этого канона. Напомню, что он читается с понедельника по пятницу. И еще на пятой седмице Великого Поста в четверг «Стояние Марии Египетской». Он прочитывается полностью. Это действительно духовное такое произведение Андрея Критского, которое показывает о падениях людей и их восстаниях. Причем очень интересно. Там взяты сюжеты как с Ветхого Завета, так и с Нового Завета. И вот читаешь и понимаешь, что да, вот этот блудник или этот разбойник, это не он, это я сам. Это моя совесть меня ныне обличает и говорит мне, кто я здесь на самом деле. И вот очень такую духовную составляющую придает начало посту именно канон Андрея Критского. Батюшка, вы как раз таки рассказали то, что я хотела своими собственными переживаниями с вами поделиться. Но чуть-чуть я назад отойду. Вот прощенное воскресенье. Это из собственной практики. Я думаю, что это будет полезно всем нашим зрителям, особенно тем, кто хочет прийти в церковь. Каждый год задолго до прощенного воскресенья приближается время Великого Поста. Многие же боятся держать пост, да, говорят, ой, нет, я не выдержу. Так вот, я думаю, нет, не буду держать пост. Ну как это я без своей любимой колбаски, без сыра, без котлеток, без жареной курочки? Нет, не буду держать пост. Пусть меня Господь простит, я вот такая вот слабовольная. Прихожу в церковь на прощенное воскресенье, потому что надо и на литургии побывать, и причаститься, чтобы попросить прощения у всех, не просто формальное, вот, ну ты меня прости, а искренне от всей души. Прихожу, и что наш батюшка говорит, отец Константин? Он говорит, не берите в голову, не настраивайте себя, что я не смогу, все сможете, все выдержите, благословляю вас, держите пост. И все, и я начинаю держать пост, и так каждый год. Вот каждый год я прихожу в церковь, заранее решив, что я пост держать не буду. И каждый год я его начинаю держать, вот после этих слов. И что самое интересное, дается тебе этот пост абсолютно без всякого труда. Вот без всяких усилий с твоей стороны. Эти же любимые котлетки, эту курочку я жарю своим родным, своим близким, вот на 8 марта, да, накрывала стол. Ну и что, пускай едят во славу Божию. А я картошечку, или кусочек хлебушка, да с горячим чаем, или просто с водой. Мы вот забыли же о вкусе простой здоровой пищи, да? А это так вкусно оказывается. И вот, и что я вам хочу сказать, когда ты приходишь в церковь, вот на эти службы, которые идут с понедельника, действительно, это вот ты именно получаешь такой настрой, да, благословление Божие. Я в понедельник, когда пришла первый раз на службу, и вот молитва Ефрема Сирина, да, все эти молитвы, которые мы читаем на литургии, Отче наш, символ веры, все Псалом 50-е, 90-е, они звучат и на литургии, то есть мы их слышим всегда за службой, но тут молитва Ефрема Сирина, да, когда мы просим, чтобы дух уныния нам не дал, а дух смирения вот дал. И потом канон Андрея Критского. Вы знаете, когда хор запел первый раз, вот, помилуй меня, Боже, помилуй меня, я не знала, у меня слезы брызнули. Вот, ну, казалось бы, да, ты слышишь, вот слезы брызнули. А потом, когда батюшка с матушкой Еленой вышли на середину храма, на коленях они пели, вот, души моя, да, из покаянного канона, Боже мой, душа плачет вместе с ними. И вот ты выходишь из храма после службы, на душе у тебя, так светло, так тихо, и ты этот свет несешь домой с собой. В душе у тебя ангелы поют, и ты понимаешь, что ничего тебе не страшно, что эти события, которые сейчас в мире происходят, растущие цены, они тебя не пугают. Ты голодным не останешься, Господь тебе даст и кусочек хлебушка, и масло пошлет тебе, понимаете? Вот, и ты этот мир несешь с собой. Но ведь есть люди, которые хотят прийти в храм, но не могут, потому что у кого-то детки маленькие болеют, кто-то до шести, например, до семи на работе. А им что делать, батюшка? Вот им как поступать во время Великого Поста? Ну не могут они на службу прийти? В этом случае человеку рекомендуется самому брать канон Андрея Критского и его прочитывать дома. Это очень хорошая практика. Опять же, совершать молитву Ефрема Сирина дома очень полезна. Например, ее можно добавлять к утренним правилам и к вечерним правилам. Вот, собственно, наверное, это такое, как вот правило. Еще все-таки какой-то есть выходной. У нас у всех, в принципе, есть в графике какое-то время, когда мы можем прийти в храм. Вот обеденный перерыв. Я замечаю, очень много людей приходят в это время. Они не могут прийти в первой половине дня или во второй половине дня. Действительно, у всех очень разная работа, загруженность. Они пришли в обеденный перерыв. Это и есть твоя маленькая жертва Богу. Вот, то есть ты пожертвовал. Ты полчаса своего отдыха отдал тому, что ты пришел в храм, поставил свечечку, помолился Господу. Это твоя тоже жертва. Бывает ситуация, когда человек работает, например, в воскресный день. Вот что делать? А мы знаем, шесть дней работы, седьмой день посвяти Господу Богу твоему. Но при этом он, например, не работает в будничный день. Нужно прийти в этот день, в храм, и по возможности исповедоваться, причаститься к святых христовых тайн. Много читаешь перед постом, да, великим? Слушаю проповеди. Вот я не помню, кто-то из священников сказал, что во время поста определи свою главную страсть. Вот от чего ты больше всего зависишь. Может быть, шеевоугодие, да, может быть, это гнев, может быть, это раздражительность на своего близкого, например, да, или на человека, который вот, ну, не можешь ты его спокойно воспринимать, вот раздражает он тебя. Или, может быть, курение или пьянство. И попроси его сосредоточиться на том, чтобы избавиться во время поста от этой страсти. Это действительно возможно? Да, я думаю, что это возможно. Потому что даже с точки зрения наших физических дел, если мы беремся за все и сразу, и хотим все это все сразу преодолеть, то обычно у нас или ничего не получается, или получается, но некачественно. А когда мы возьмемся за одно какое-то дело и попробуем его довести до конца, вот это будет более правильный поступок. Потому что у нас действительно много грехов. Но если посмотреть внимательно в нашу душу и в наше сердце, то у нас есть корень. От этого корня произрастают плоды. Собственно, корнем являются многие грехов. Это гордыня и уныние, противоположная гордыня. Вот. И, например, взяться, бороться вот с гордостью. Как она в твоей жизни проявляется? То есть ты где-то тщеславишься, где-то превозносишься, где-то обижаешься на своих близких. Вот часто гордыня проявляется даже и в посте. Об этом писал святитель Тихон Задонский, святитель Тихон Патриарх Московский, извиняюсь. Он писал, что многие берутся за пост, но неразмеренно его держат и уподобляются фарисеям. И они думают, что они выполняют добродетель, но однако они кормят как бы вот свою страсть гордыни. И от этого люди раздражаются великим постом, от этого злятся, потому что они неправильно выработали форму этого поста. Они не с того начали. Они начали с голодовки, с уморения себя там какими-то вещами. И в итоге они дошли до какой-то середины, бросили и сказали, все, не могу. Знаете, это как спортсмен. Если он сразу будет поднимать гантели, которые ему даются непросто, он просто надорвется, сорвет мышцу и бросит занятия этим видом спорта. А если он постепенно, через терпение, через вот это целеустремление будет идти от меньшего к большему, то у него все получится. И я бы посоветовал начинать с самого, ну, наверное, такого главного. Вот ссорился ты с супругой, вот перестань ссориться с ней. Бронился на нее там, это не так там, вот тут не убрано, здесь возьми, сам сделай. Срывался на своего ребенка, удели ему больше внимания. Не в телефончике как-то пришел, да, там с работы, а позанимайся со своей семьей, то есть с ребенком побудь и так далее. То есть очень важно в эти дни, кстати, изучать Священное Писание. Мы читаем книги и Ветхого Завета, и Нового Завета, Святых Отцов. В эти дни читается Псалтирь. И последний вопрос, отец Александр. Вот перед началом Великого Поста Андрей Ткачев, наш протеерей знаменитый, который очень люблю и который советовал бы всем слушать его проповеди и лекции, потому что, несомненно, пользуется для души. Вот он говорил сначала, хотя бы первую неделю Великого Поста, не включайте телевизор, не сидите в телефонах, не зависайте на своих любимых сайтах, почитайте хотя бы одну главу Евангелия. Времени потратите мало, а польза для души несомненная. А что бы вы пожелали нашим зрителям? Я бы пожелал, чтобы Великим Постом мы по-настоящему соединились с Господом нашим Иисусом Христом. Книга, которая называется «Библия» в нашей жизни занимает не главное место. Вот читать больше Евангелие. Евангелие, в котором Христос проявляет свою любовь, в котором Он говорит тебе о каких-то тайнах, открывает тебе ответы на твои жизненные вопросы. И вот, чтобы соединиться со Христом, необходимо начинать изучать Его Слово. Будем держать пост? Будем держать пост, и я надеюсь, что каждый из нас по мере своих сил сможет его продержать. И самое главное, мы держим еще пост для того, чтобы встретить Пасху, Светлое Христово Воскресенье, чтобы мы все дожили до Пасхи, встретили этот великий праздник праздников, поздравили друг друга, и во всем мире был мир. Мир в наших душах, мир в наших сердцах, мир в наших семьях. Спасибо, Господи.